Снять отпечатки пальцев, фотография, ванфасы, профиль, ожидание трудового патента. Все ради возможности законно работать в Краснодаре. Таких, как Гарсывас и его семья, которые переехали из Узбекистана, сейчас свои же называют белыми воронами. Многие друзья и знакомые, наоборот, пакуют чемоданы и возвращаются на родину. Оказывается, резкий рост курса валют ударил по благосостоянию гостей из ближнего зарубежья. На три раза уже меньше у нас этот рубль, если поменять на наши деньги. Но мало совсем. Мы когда приезжали сюда, нормально было, а сейчас вообще низко. Мы звоним родителям, говорят, вот такие курсы там низкие. Многие уезжают. Некоторые узбеки просылают в Узбекистан доллары, а им вообще невыгодно. Но дело тут не только в курсе валют, но и в новых трудовых патентах, которые с этого года выдают вместо привычного разрешения на работу. Получить их стало сложнее, да и нарушения условий пребывания в России наказываются жестче. Для мигрантов теперь приходится создавать тестирование на знание русского языка, истории, основ законодательства Российской Федерации. А также теперь все 100% иностранных граждан у нас проходят медкомиссию для сдачи на ВИЧ и наркотики. С момента пересечения государственной границы обязан в течение 30 дней подать документы для оформления патента. Если в течение 30 дней он не подает эти документы, то на него налагается административный штраф от 10 до 15 тысяч. А нарушил время пребывания, то въезд в страну могут запретить до 10 лет. Но в Краевом управлении миграционной службы считают, новшества не мешают трудовым мигрантам, а защищают российскую безопасность. Да и никто не хочет выгонять легальных гостей стран бывшего СССР. Только с начала года краевой бюджет с налогов на трудовые патенты получил почти 30 миллионов рублей, докладывает губернатору временно исполняющий обязанности начальника ФМС Алексей Чебураков. В числе тех, кто платит за возможность работать на Кубани и беженцы из Украины. Из-за боев в Луганске и Донбассе люди снова бегут в Россию. Поэтому в Краснодарском крае нужно каждый день мониторить ситуацию, требует Александр Ткачев. Ситуация по украинским беженцам с юго-востока Украины у нас порядка 38 тысяч, а только официально, я думаю, что скорее всего больше. И как идет оформление гражданства и процессы их трудоустройства? Как вы мониторите ситуацию? Сегодня существенно не изменилась ситуация по увеличению, по размещению, по увеличению в ПВРах и так далее. Но за 14 год у нас обратилось порядка 15 тысяч, это по получению разрешения на время убежища. По линии разрешения на время проживания это порядка 8 тысяч человек. По линии видов на жительство это порядка 5 тысяч человек. По гражданству тысячи человек. Сегодня, на сегодняшний день, уже за январь месяц, мы оформили порядка 500 таких разрешительных документов. Естественно, эта работа продолжается, эта работа, скажем, гражданин Украины. Но следить нужно не только за теми, кто приезжает в регион работать, но и за теми, кто эту работу дает, заостряет внимание нового начальника миграционного управления Александр Ткачев. На 24% меньше предприятий в крае в этом году получили разрешение нанимать иностранцев. Однако на практике, замечает губернатор, нелегальных рабочих часто прикрывают в недобросовестных компаниях. Алексей Чебураков докладывает, в УФМС намерены менять работу отделов иммиграционного контроля. Сейчас в каждом городе и районе они подчиняются только краевому ведомству. Рычаги управления хотят передать на места территориальным отделам. Опыт у вас уже хороший, вы работаете заместителем в Ростовской области. И, в общем-то, проблемы во многом схожи. И я очень надеюсь, что в течение опыта и того, что вы южанин, и знающие нас и проблемы не понаслышки, в общем-то, активно вольетесь в работу. Измените во многом и качество, потому что миграционная служба, проблемы, они остаются, они волнуют жителей нашего региона. Должны выстраивать миграционную политику в этой плоскости, в этой логике. И я думаю, что ситуация на рынке труда и в целом в жизни повседневной изменится в лучшую сторону. Мы постараемся систему миграционной службы так сделать, чтобы она входила в муниципальное образование. Они знают и владеют миграционной обстановкой на территории своего муниципального образования, и они могут в свое время отреагировать. С учетом этой системы мы их переподчиним, и она будет, естественно, система подчинения, система контроля и улучшит, я думаю, миграционную составляющую. Нелегальные рабочие – это неуплаченные налоги. Предприятия, которые нанимают неоформленных гастарбайтеров, уходят от законных отчислений. А в итоге потерять может краевой бюджет, а значит и кубанцы. Поэтому в нынешних непростых условиях в стране вопросы миграционной безопасности еще сильнее становятся связанными с безопасностью экономической. И миграционный контроль в регионе, настаивает губернатор, нужно усилить как минимум в два раза. Александр Иванченко, Денис Перец, Валерий Пятов, Кумань-24, Краснодар.